Всем привет, друзья! С вами как Судар Гакон и это... Игрушка под названием Крестоносцы именем Господа. Это первая часть Crusader Kings 2. То, с чего всё начиналось. Собственно, с этой игры я и познакомился с играми парадоксов. В далёком 2013 году у меня игра это на диске. Не знаю, блин, как тут слышно вам или нет. Тут просто настройки не убавляются, звук. Но я постарался убавить их. Просто мне в ухо реально громко долгит как-то. Так, в общем-то, вот что тут можно настраивать. Настройки, автосохранение можно настроить, скорость игры сразу можно настроить. Давай поставим очень быструю. Соперники поставим нормальные, сложность. Потруднее. Так что, нажмём «Откей». И вот, собственно, три сценария. Тут одно, по крайней мере, у меня на диске. У меня диск сейчас. Компьютер. Да, не играет только с диском, у меня почему-то запустилось. Ну, в общем-то, старые добрые времена. Начало двухтысячных годов. Что игры запускаются только с диском. Не все, правда, но... В общем-то, давайте просто первый обзор, так скажем. Так, я выбирал вроде как первый сценарий. Всегда. И вот этого Кастилию выбирал. Он мне в персонажах понравился. Нажмём «Старт». Тут можно выбрать также и других персонажей. Дерцогов, лордов. Ну, я вот это решил выбрать. Так сказать, то, с чего начинал. Блин, да... Ах, где давно-то... Что здесь гуляло? У меня тут даже чек здесь есть. Когда я его купил? Третьего числа седьмого месяца. Это июль. Тринадцатого года. Офигеть. Вот так. С этой игры я и познакомился. С играми от Парадоксов. Мне вот эта игра понравилась, но чего-то мне не хватало. Я совершенно случайно как-то нашёл вторую часть. И понял, что вторая часть куда более лучше первой. И потел на неё. И, собственно, до сих пор играю. Кстати, на том диске не одна игра. Много есть. Хорош, ладно, не об этом. Тут, в общем-то, необычная нам менюшка. Хотя, вроде, по стандарту. На полэкрану всё. Подсказки, так сказать. Вот тут подсказки. Их можно пролистать. Я их читал, когда первый раз входил. Абсолютно все. Сколько их тут-то вообще я не помню. Так, с чувствительностью мышцы не очень. Их тут от 30 с чем-то, да? 38. Ищи гаси. Нужно ещё нажать. Зачем я ещё нажал? А, всё. Просто нажимаешь левой кнопкой мыши, и это окошко исчезает. Нажимаем закрыть. В общем, условия победы. Классическая. Игрок с наибольшим количеством очков в день. 30 декабря 1452 года. Становится победителем. Клопа F2 выводит текущий счёт игроков. Кстати, а во второй части это есть или нет? Я чуть не помню. Так, F2. Ух ты, как ты подвись-то. Ты чё подвись, а, животное? Стоп, стоп. Пауза, пауза. Блин, а я запись-то включил? Нет, чё-то не помню. Вроде сейчас нажал, проверим. Так, персонаж взрослеет. Интриган. В общем-то, вот так вот раньше дети у нас отображались. Тут наши черты показывались. В принципе, черты я вижу те же самые. Так, паузу, паузу, паузу поставь. Так, стоп. Ничего не успеваем. Давайте вернём тут. Так. Филипп первый. Так, чё он хочет? Союз со мной. Отлично. Ээээ, союзы, союзы принимаю, да. Союзы все надо принимать. Так, стоп. Это у нас, собственно, вот так вот выглядит. Блин, как музыка громко. Давайте ещё убавлю. На полточек, думаю, сойдёт. Ну, а звуки такие мне оставлю. На 6.2. Так, окей. Назад. Собственно, вот наше менюшка. Ну, вот черты, кстати. Я раньше и в то время не понимал, что тут означает. Для меня всё это было сложно как-то. А сейчас я смотрю, не особо так-то оно отличается от второй части. Да, на второй части попроще. Графика для кого-то получше. В виде портретов. Но как-то не очень. Изменилось оно. Ну, да, изменилось очень хорошо, но я имею в виду, сама суть осталась. Та же. Так, закрыть так. Наш расстал требует, чтобы мы утвердили избирательный закон. А избирательный закон, это... Нет. Избирательный закон не нужен. Так, вот, собственно, мы и вот они. На десятом месте. 3, 6, 9, даже на десятом. Нажимаем продолжить. Так. Мы можем жениться. Вот, собственно, вот эти события, которые выпадали вот здесь, в центре экрана, в отличие. У нас чего нету? У нас нет епископа. Знать, духовенство, горожане, крестьяне. Вот в этом я так и не разобрался. В прошлый раз. Так. Ну. Создать титулы. Блин, как все непривычно. Так, давайте... А, ну, в общем-то, вот она и первый минус, то, что карта вот она вся. Нельзя ее увеличить, уменьшить. Вот, весь размер тут, а... Африка вот она. Так, стоп. А, понял немножко. Вот это вот, такой голубоватый цвет, это все наше. Ну, земля в смысле. А серенькое, это вот море. Собственно, размеры вроде те же, но они не особо проработаны здесь. Тут также есть монгольское нашествие и все прочее фигня. Актама. И меня всегда здесь убивал вот этот чувак. Он меня захватывал. Мой брат, король Леона. А я за Кастилию. А, он... Он еще и мой враг. Так, назад. Почему назад? Вот, предложить брак. Я... Так, возраст 26 и 20... А мне вообще сколько? Сколько мне лет? Мне 31. Давайте на управляющий. Назад. Так, о, а вот и менюшка. Блин, как реально непривычно-то. Ну, интересно, зараза стала. А, это не мой двор. Вот мой двор. В экран двора можно вот тут выбирать епископа. Епископа у меня нету. Тайный советник у меня на восьмерочи сойдет. Девяточка тут сойдет. Четыре управляющие. Ух ты. Это не самый лучший. Может, зато вот этот лучше. Так, давай Санча Руиса поставим. У него лучший экран тут даже достижение... А, это не достижение. Тут как бы ошибка перевода. Это исследование, так сказать. Что изучать нам? В них я не особо разбирался. А вот это уже законы. Так, их тоже закроем. Так, собственно, давайте нажмем пробел и продолжим. Пробел же? Или... Так. Вручную останавливать? Серьезно? Так, стоп. А тут... А, вот. Феодальная карта, она... Ну, в смысле, сама тут отображается не на этой карте, не на мини-карте, а на глобальной отображается. Экономическая, политическая, карта религий. В принципе, и во второй вроде так же, оно как-то не очень додно. Так. Налог в связи с королевским бракосочетанием. Деньги. Деньги вроде есть. Но этого мало. Престиж всего лишь 3 дадут. А монеток целых 3... А, ну да, 30. Так, а те... Мы теперь... Женатые, да? Да, вот. Супруга, родители, детей нету. Так, супруга, у нас мастер М3, и неплохо. А я у нас кто? Я закаленный вояка, не очень подозрительный. Так. Ну, не очень то, что мне хотелось бы. Так. Я не помню, как тут овоин объявлять. Так. И где мои территории, и где не мои? Вы заметили, что ваша жена стала проводить много времени с молодым холостым придворным. Блин. Приглядывать за нею, давай. А вот, наше войско 5200. А, вот, понял. Канцлер Тереза умерла. Ладно. Меняем канцлер, давайте. Поставим вот этого канцлера. Частые охоты с соседом создали высокий уровень доверия между вами. Да, с хорошим мне нужен друг. Мол, я играл во вторую часть, и мне сейчас стало более понятно, как тут играть в эту часть. Она не особо понятная, но у нее легко понять, если играл в предыдущую. Так, а, собственно, как войну объявлять? Война объявлять? Так, а, вот. Объявите войну. О, помню я. Давайте просто поугараем. Объявим войну. Так, стоп, 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 пауза, пауза, пауза. Королеса Леон объявляет мне войну. Серьезно? А что это такое шокус? На экране. А, прикольно. Хорошо, ладно. Блин, серьезно, Леон за них. Все, мне капсдец. Мне просто капсдец бисит. А как мобилизовать войска? Нет, не то. Так, как мобилизовать войска? Войска, войска. Так, у меня вассалы есть. Как войска мобилизовывают? А вот, всеобщая мобилизация нашел. Собственно, выбираем наших зелененьких, идем сюда. А ты че? А, нас, ааа, нет, двое. Нет, собираемся сначала. Убери. скорость. А, нет, вот, вот, точно. Так, стоп, паузу поставь. А, вот и все. Как раз вассалы мобилизовали войска, молодцы. На клавиатура где циферти и нумлок написано. На нее можно карту отдалять. Вот, собственно, вся карта более детально рассматривается. Да, она маленькая, кажется, но хотя да, она маленькая. А может, таких же размеров. В общем, не важно, оно как-то неудобно на той клавиатуре и на этих стрелочках, ну, как бы на плюс-минус уменьшать и прибавлять размер карты. А вот как скорость, давайте залезем в меню настройки. Настройки и их туда нет. Ладно. Короче, продолжим. Просто продолжим. стоп, пауза, 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 пауза. Объединяй наши войска. Эти идут сюда. Плей. Так, дворянин, так, стоп, 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 пауза, пауза. Эльвира со стрессом. Мне предлагают мир. Денег дадут. Я за. Отлично. Мне нужно Леона разбить. У него 4 тысячи. У меня сколько? Блин, если я подоспею вовремя, то мы его сделаем. Нет. Мы его не сделаем. Кстати, а этих нельзя нанимать? Кстати, а как тут этих нанимать? А, вот на что тратится доход. Экран казны. О, вот, кстати, казну. Пожертвование на церковь уменьшить. Поддержание армии, конечно. Пошлина увеличить. Подать увеличить. Ну, блин, все, что-то. Сойдет так. Пофиг я так ради фана делаю эту серию. Ну, как, короче, я понял, я объясняю. Я думаю, вы поняли. Я плохо объясняю. Так. Создать. Вопрос. Как их создавать, эти титулы? А, вот, создать титул. Отдей. Кстати, а может, тут и есть? А, студию нельзя. Да, мне нужно... Блин, за... За круглой. Я в экран действий. всеобщую всеобщую мобилизацию. И пофиг, давайте. Стоп, стоп, стоп. Отлично, у меня тут кто-то мобилизовал войска. Собираем войско. Сейчас как соберем. Хотя, зачем? Мы сразу вот так пойдем. Так, давайте уменьшим. Да, это все мои войска. Давайте сразу троянничок ему замутим. Павел против вас приютить при дворе странствующего епископа. Это большая честь стать епископом. Точно, его же надо назначить. Назначили епископа. Отлично. Неужели я его сумею выиграть этого Леона? Серьезно? Нифига ж тебе. У меня победа над ним. У тебя сколько лет? спустя пять лет я его сумел выиграть. Ну, почти выиграть. Серьезно? Без кодов, без прочей фигни. Кстати, коды тут вызываются на F12. Вот такая с Малайзией и тут можно писать. Давайте пропишем кэш. Кэш тысяча. Нет, не кэш или как gold. Да, gold. Но он дает тысячу, да и пофиг. Так, как снять? Вот, F12, потом отильги нажимать и он отменяет его командную строку. Собственно, неплохо этак. Так, друга завели отлично. Нет, реально неплохо. Я его наконец-то научился делать. Они требуют от меня выплаты. Серьезно, дебил, что ли? Я же их... Блин. Хотя зачем мне так делать? Как строить? Ладно, потом разберемся, как строить. Я так и не понял раньше, как строить. А вот собственно это наше войско. Санчо и Химена стали... О, дочь родилась Каталиной назвали. Отлично. значит, какие у нее навыки нулевые, да и больше. Насредница у меня есть, да? Так, закрою картинку. Блин, если он там и сейчас захватит, я проиграю. Блин, я рано радоваться начал. Без друзей на вечеринку стаскаю. Если, блин, он вот это захватит, я проиграл. Ну, ладно, проиграли войну. Не, ну, я хотя бы понял, как ему дать отпор распустить. да, вот, что мне нет, блин, все-таки действует эта фигня, то, что не там. Мне прежде надо подумать, Хемера, хочешь, что там хочешь? Тайный советник. А, все, ты стала тайным советником? И так тайный советник. блин, вот серьезно, что ли? Я все равно проиграл. Не, я хотя бы сумел ему дать отпор. Я понял, как это работает. Так. Э, стоп, ты что, вылетел? Серьезно? блин, вот к чему приводит читы. Вылетает игра. Ну, что-то, ладно, думаю, для первого обзорчика, так сказать, что представляла из себя эта часть крестоносов, понятно. возможно, я для себя еще поиграю, скачаю новую версию, хотя я без понятия, есть ли у нее новые версии или нет. В общем, как-то так, в общем. Что ж, основные принципы игры я вам показал, как она выглядит, как чел и прочего. На этом можно и закончить. Всем спасибо, всем удачи, до новых встреч, всем пока.